АРХИС-24 Помощь малоимущим семьям и одинокопроживающим гражданам. Органы соцзащиты окажут поддержку как материальную, так и консультативную. Вместо двух полос четыре. А в республиканской столице полным ходом идет капитальный ремонт дорожного полотна по улице Октябрьской. Каковы примерные сроки окончания работ? Расскажем далее. Чудесный пример выздоровления от коронавируса демонстрируют долгожители республики. 101-летняя муслима Таджиева после перенесенного ковид прекрасно себя чувствует и учит здоровому образу жизни молодых. А в республиканской столице прошла первая в Карачао-Черкесии конференция, посвященная вопросам самозанятости и налогового режима. Принять в ней участие мог любой желающий, кто уже зарегистрирован как самозанятый или же планирует это сделать. Организатором конференции выступили региональное министерство экономического развития, торгово-промышленная палата республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Участники конференции на встрече с ведущими экспертами узнали, с чего начать свой бизнес, как продвигать свои продукты и услуги. На практических сессиях обсуждался правовой статус самозанятых, участие в госзакупках, а также мер поддержки самозанятых в республике. Более подробно в нашем сюжете. Программа самозанятости граждан появилась в России с 1 января 2019 года, как пилотный проект, который реализовывался лишь в нескольких регионах страны. С июля 2020 года программа стала доступна на все территории страны. Тем самым тысячи предпринимателей получили возможность на выгодных для себя условиях вести свою предпринимательскую деятельность. Обо всех возможных привилегиях самозанятых представители экспертного сообщества говорили в рамках прошедшей конференции с жителями республики. Не все знают об этом налоге специальном, не знают, как его применять, как регистрироваться. Сегодня мы хотим раскрыть эти все вопросы, которые на сегодняшний день можно получить, обратившись в одну из инфраструктур поддержки бизнеса. На сегодняшний день количество самозанятых растет. Это более 2 миллионов по всей стране, а у нас в республике это количество на сегодняшний день составляет 943 человека. То есть каждый день их все больше и больше становится. Азамат Уртенов – веб-программист. С выбором профессии определился еще в детстве. Для него мир программирования весьма увлекательен и интересен. К тому же профессия востребованная и высокооплачиваема на рынке труда. Сейчас Азамат в статусе самозанятого. И такая форма ведения бизнеса ему очень удобна. С детства любил компьютеры, лазил в интернете и наткнулся на то, что можно сделать сайт самому. Сначала там конструкторами как-то, без знаний особо. Потом поступил в институт на программирование. Ну и уже в ходе в институте развивал этот навык, учил языки и решил прийти к этому. Заказов много на самом деле. И это все прямо только начинает двигаться. Я считаю, что потенциал очень большой в нашем регионе, очень большой потенциал в программировании. Участники конференции получили практические рекомендации по ведению собственного бизнеса. Эксперты на своих кейсах рассказали, на какие льготы могут рассчитывать выбравшие налог на профессиональный доход. Какие торговые площадки могут использовать самозанятые. Как взаимодействовать с кредитными организациями. Как лицензировать свою продукцию. А также узнали, как участвовать в государственных закупках и вести работу с юридическими лицами. Те меры поддержки, которые предусмотрены для субъектов малого и среднего предпринимательства, распространяются в том числе и на самозанятых. Речь идет как о финансовых, так и о имущественной поддержке. Сюда входит возможность получения аренды муниципального имущества по льготным ставкам, льготное кредитование, доступ к навигатору бизнес-решений, который поможет любому самозанятому помочь разобраться и найти для себя нишу, в которой бы он себя комфортно ощущал. В рамках конференции организаторы также подвели итоги конкурса для самозанятых жителей республики. Для участия в нем достаточно было соблюсти два условия. Быть самозанятым и снять небольшой видеоролик о своем бизнесе. Победители конкурса получили сертификаты на 50 тысяч рублей для развития своего бизнеса. Ренат Ибрагимов, Мурат Кемрюков, Архиз, 24. Помощь малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Органы соцзащиты окажут поддержку в виде единовременных или ежемесячных выплат. Также могут помочь в трудоустройстве или начать предпринимательскую деятельность. Для этого необходимо заключить социальный контракт, условия которого будут индивидуальными, но в целом направленными на повышение уровня благосостояния семьи. Что это за соглашение, кто может на него претендовать, разбиралась наша съемочная группа. Последний год выдался нелегким. Пандемия подкосила материальное положение огромному числу граждан. Умар Джукаев в начале 2020 года запускал собственное дело. Но из-за непростой ситуации в стране планы пришлось резко поменять. Оказавшись в тяжелом материальном положении, он при случайных обстоятельствах наткнулся на новую программу «Социальные контракты», которая нацелена на оказание финансовой помощи гражданам со стороны государства. На просторах интернета увидел ссылку о помощи со стороны государства семьям, нуждающимся в материальной помощи. Обратился в Управление социальной защиты, где оперативно мне все разъяснили, предоставили перечень необходимых документов и условия, которым я должен соответствовать. Социальные контракты заключаются между органами социальной защиты и людьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Размеры выплат зависят от конкретных целей. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Программы могут быть разные, начиная от единовременных выплат, заканчивая содействием в открытии собственного бизнеса. Рассчитывать на помощь могут как малоимущие семьи, так и одиноко проживающие граждане. Отличает эту форму помощи от всех остальных наших многочисленных социальных пособий ее целевой характер. То есть постановлением оговариваются четко цели, на которые могут быть использованы выплаченные средства. И получатель должен отчитаться о целевом использовании этих средств. Полученные средства можно тратить на самые разные цели. Введение подсобного хозяйства, оплату коммунальных платежей, покупку продуктов питания, в том числе и на открытие собственного дела. Как это сделает Умар Джукаев. Запуск собственного магазина идет полным ходом по заранее согласованному плану. Все было одобрено и на сегодняшний день планируем к этому плану приступать. Со своей стороны хотел бы посоветовать желающим обратиться в управление социальной службы. Побольше смелости. Все работает, все действует. Программа действует на территории всей республики. Ознакомиться с ее условиями можно, обратившись в органы социальной защиты по месту жительства. Но здесь важно учитывать, что при нецелевых тратах контракт может быть расторгнут. Радмир Хасанов, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24. Региональный Минтурмол организовал цикл встреч, направленный на создание коммуникативной площадки для общения молодежи с успешными земляками, в том числе проживающими не в регионе. В ходе встреч, которые проходят в онлайн-режиме, блогеры и лидеры общественного мнения, политики и научные деятели, артисты и предприниматели рассказывают о своей жизненной стратегии, обозначают собственные отправные точки на пути к становлению и делятся источниками мотивации и ресурсов. Спикером новой встречи, которая состоится в формате онлайн-дискуссии, завтра в 11.00 в прямом эфире официального аккаунта Министерства туризма, курортов и молодежной политики в Инстаграм, станет наша землячка вице-консул посольства России Великобритании 2-го ранга Марьям Семенова. За 11 лет дипломатическая служба, она прошла путь от атташе посольства в Праге до вице-консула в Лондоне. Также в рамках дипломатической миссии выступала участником межгосударственных переговоров в Казахстане, Алджире, Азербайджане, Болгарии, Японии и Италии. Напоминаем, онлайн-дискуссия состоится завтра в 11.00 в Инстаграме регионального Минтурмола. А в республиканской столице полным ходом идет капитальный ремонт дорожного полотна по улице Октябрьской. Дорожникам предстоит заменить асфальтобетонное покрытие и расширить дорогу до четырехполосной. Работы идут согласно графика. Поэтому уже в конце года автомобилисты смогут насладиться комфортной ездой без пробок. Алина Гидеева расскажет подробнее. Эта дорожная полоса по улице Октябрьской – одна из самых загруженных в республиканской столице. Ежедневно по ней передвигаются тысячи машин в обе стороны. Напряженное движение и стало одной из причин капитального ремонта на этом участке дороги. Почти трехкилометровый двухполосный участок расширится до четырехполосного. Планируется также обустроить тротуары, установить ограждения и заменить светофоры. Капитальный ремонт этого участка дороги уже давно назрел, так как интенсивность автомобильного транспорта превышала все нормативы. И, исходя из этого, было принято решение в Росавтодоре выполнить работы по капитальному ремонту с уширением проезжей части до четырех полос движения, которое позволит обеспечить большую пропускную способность и комфортность движения как и для автомобилей, так и для пешеходов. Капитальный ремонт этого участка начался относительно недавно. Поэтому дорожникам предстоит еще много работы. Новое дорожное полотно планируется уложить в три слоя для долговечности. Все работы планируется закончить в декабре этого года. Поэтому в запасе у рабочих еще много времени. Мы начали ремонт автомобильной дороги не так давно, но уже какие-то объемы выполнили. Одну сторону, 650 метров, мы уже уложили новый асфальтобетон в два слоя. Всего у нас будет три слоя асфальтобетона. Здесь будет четырехполосная дорога с пропускаемостью до 40 тысяч автомобилей. На этом участке работает около 30 единиц техники. Несмотря на то, что ремонтные работы идут полным ходом, движение в этой части города не перекрыто. Дорожники просят автомобилистов отнестись с пониманием к временным неудобствам и не создавать проблемных ситуаций на дороге. Алина Гидиева, Назир Капушев, Архыз, 24. В федеральных и региональных СМИ все чаще встречаются новости о взрывах бытового газа. Такие трагедии не только наносят материальный ущерб, но и угрожают жизни людей. Газовые службы напоминают, что во избежание подобных ситуаций необходимо проверять внутридомовое газовое оборудование на предмет утечки или поломки. Как часто необходимо проверять газовые приборы, что нужно знать пользователям голубого топлива, расскажет наш корреспондент. Семья Журавлёвых к плановым визитам газовиков уже привыкла. Ежегодно, а иногда даже и дважды в год, работники газовой службы досконально проверяют газовое оборудование в этом доме, чтобы избежать риска утечки бытового газа. А также рассказывают о правилах безопасности. К слову, эти правила, что называется на зубок в этой квартире, знают даже самые маленькие жильцы. Я без мамы плитой не пользуюсь, потому что знаю все правила безопасности. Пользуюсь только с мамой, потому что знаю, что это опасно. Между тем, правила безопасности при эксплуатации газового оборудования необходимо знать каждому. Конечно же, во-первых, стоит помнить, что любая газовая техника должна проверяться рабочими газовой компанией ежегодно. И это не просто правило, которого желательно придерживаться, а обязательное условие. Согласно постановлению 410-му федерального закона, техобслуживание проводится ежегодно в целях предотвращения опасных ситуаций. Проверка вашего газового оборудования, плит, колонок, отопительных котлов, дымовых и вентиляционных каналов в доме. При этом техобслуживание обязательно необходимо производить, даже если в квартире никто не живет. Обычно газовики посещают пользователей планово, однако при необходимости их можно вызвать самим. Важно также помнить, что самостоятельно проводить замену и ремонт газового оборудования категорически запрещено. Иначе халатное отношение к такой с виду мелочи может привести к серьезным последствиям. Если же по воле случая, несмотря на регулярные газовые проверки, в квартире вы почувствуете запах газа, нужно действовать следующим образом. Итак, если вы почувствовали запах газа в своей квартире, не нужно поддаваться панике, а следовать четким указаниям. В первую очередь нужно проверить, выключены ли все комфорки на газовой плите. Во-вторых, нужно перекрыть газ. В-третьих, необходимо открыть окно для подачи свежего воздуха. И, конечно же, вызвать газовую службу по номеру 104. Следуя всем рекомендациям работников газовой службы, любые риски с газовым оборудованием можно сократить до минимума. Главное – выполнять их согласно плану. Ведь иначе под угрозой может оказаться не только ваша жизнь, но и жизнь ваших близких и даже соседей. Алина Гидиева, Ивар Барануков, Архыз, 24. По данным на вечер 2 апреля с начала пандемии, в Карачао-Черкесии проведено полмиллиона исследований на коронавирус. Напомним, что тестирование на COVID-19 в республике проводится Центром гигиены и эпидемиологии при поддержке лабораторий Карачао-Черкесской республиканской клинической больницы и Карачао-Черкесской республиканской инфекционной клинической больницы. Также рядом коммерческих организаций. Суммарная мощность первых трех лабораторий – до 2000 бесплатных исследований в сутки. Однако, благодаря снижению необходимости в тестировании, сейчас в сутки проводится около 1200 исследований. Лаборатории работают в штатном режиме. Ровно год назад в нашей республике был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. За это время в Карачао-Черкесии этой страшной болезнью переболели десятки тысяч человек. Не обошлось без тяжелых потерь. Но были и поистине чудесные примеры выздоровления. Так, например, одной из тех, кому удалось побороть этот ужасный недуг, стала 101-летняя муслемат Аджиева. Она переболела коронавирусом в июне прошлого года. Уже прошла полный курс реабилитации. Наша съемочная группа отправилась в гости к долгожительнице и узнала, как она себя чувствует сейчас, год спустя после болезни. Вот такими незамысловатыми физическими упражнениями начинает свое утро 101-летняя муслемат Аджиева. Глядя на эту позитивную, полную силу и энергии долгожительницу, с трудом верится, что еще полгода назад она перенесла коронавирусную инфекцию. Тогда у нее диагностировали тяжелейшую двухстороннюю полиорганную пневмонию. Но благодаря стараниям врачей и силе духа самой муслемат ей удалось побороть этот злосчастный недуг. И сейчас она чувствует себя хорошо. После того, как я вернулась с больницы, у меня было много энергии. Руки сами хотели что-то делать. И в огороде хотелось поработать. Но мне не разрешали. Да и сейчас запрещают. Говорят, нельзя. Но мне хочется. Ее энергичности и силе духа удивляются даже родственники, которые во всем стараются брать с нее пример. При этом они, конечно же, стараются беречь ее, как зеницу ока. Для нее, знаете, буквально движение – это жизнь. Это вот про нее. И что хочу сказать, она на самом деле делает зарядку. Я как-то ее спрашивала. Говорю, а утром, говорю, встаешь, говорю, как тебе тяжело? Она мне говорит, нет, говорит, я сначала делаю зарядку. И мне продемонстрировала все движения, которые она делает. Но я была, конечно, очень удивлена, так как я с ней не проживаю и не вижу этого всего. И такая вот бабушка. Сегодня Муслимата Джиева находится под чутким присмотром своей невестки Фатимы, которая, кстати, ухаживала за ней еще в госпитале, где также лежала с диагностированной коронавирусной инфекцией. Как рассказывает женщина, врачи, которые их лечили, буквально каждую минуту были рядом. За что она им безмерно благодарна. Это настолько человечные, настолько профессиональные люди, которые нас подняли на ноги. Вообще день и ночь от нас не отходили. Бабушка на втором этаже лежала, ну там кислород, дышала кислородом. Лечение прошло нормально. Даже удивлялись врачи в таком возрасте, что бабушка себя так, ну, поддается лечению. Вообще у Муслимат большая дружная семья. Пятеро детей, десять внуков и двадцать один правнук. Все они с огромной радостью приезжают навещать любимую бабушку. И с нетерпением ждут каждой встречи. У меня шестеро внуков. Все ее называют «бубули поедем». Бубули приезжаем, бубули подарки есть, там конфетки, манфетки. Она всех любит. Что дочери, там внуки, внучки, для них все одинаковые. На сегодняшний день Муслимат Аджиева – одна из самых великовозрастных пациентов, излечившихся от коронавируса в России. Ее пример – яркое доказательство тому, что не только работа врачей, но и внутренний настрой пациента играет важную роль в выздоровлении. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Архиз-24. В колледже индустрии питания, туризма и сервиса прошла торжественная церемония награждения победителей 8-го чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. Он проходил с 24 февраля по 26 марта в Карачао-Черкесской республике. Будущие кондитеры, бухгалтеры, сварщики и парикмахеры соревновали за звание лучшего из лучших. По результатам регионального этапа победители войдут в расширенный состав сборной команды Карачао-Черкесской республики и представят регион в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы», который состоится в июле в Уфе. С победителями познакомился наш корреспондент. Пять колледжей Карачао-Черкесии, 120 студентов и более сотни экспертов. Крупнейшее состязание будущих специалистов собрало на одной площадке поваров, слесарей и механиков. Всего 16 компетенций, и в каждой из них есть уже настоящие профессионалы своего дела. Готовы учиться, работать и побеждать. В первую очередь трудности выбранного ремесла. Я участвовала в конкурсе «Орд Скиллс. Молодые профессионалы 2021 год» на специальность кондитера. Этот конкурс дал мне массу новых впечатлений и большой опыт. У нас было два дня конкурса. Мы делали первый день моделирования тарт и нарезные пирожные. Второй день у нас была скульптура, два вида конфет и десерт на тарелке. В отборочной команде было пять человек, и один человек шел в замену. На этапе соревнований были разные препятствия и этапы ДТП, скалодром, переправа, жумары и завалы плиты. «Орд Скиллс» – это не только возможность показать себя, раскрыв собственные возможности, но и поверить в то, что рабочие специальности востребованы и престижны. Сегодня большинство предприятий региона готовы принимать на работу креативную молодежь, давая им шанс не только трудоустроиться, будучи студентом, но и хорошо зарабатывать. И нет сомнения, что победители конкурса уже могут рассчитывать на хорошие перспективы в карьере. Дорогие ребята, дорогие победители, призеры данного конкурса, сегодня я хочу поздравить вас и обратиться, что вы молодые, амбициозные, перед вами открыты все дороги. Поэтому дерзайте, участвуйте в конкурсах профессионального мастерства, показывайте себя. Крачева Черкесия присоединилась к движению молодых профессионалов в 2014 году и с тех пор каждый год становится площадкой для становления десятков профессионалов, ведь именно «Орд Скиллс» – отправная точка для продвижения по карьерной лестнице. Главное – поверить в собственные силы. Дарья Назарова, Лилия Кильба, Айвар Барануков, Архиз-24. Вместо скучного диктанта – просмотр фильма. А вместо учителя – действующий сотрудник гидроэлектростанции. В школах Карачао-Черкесии проходят уроки электробезопасности, которые проводят сотрудники республиканского филиала «Русгидро». Чтобы узнать, что полезного изучают дети, чем это может помочь им в жизни, наша съемочная группа посетила один из таких уроков. Что мы видим на данной картинке? Мальчик играл с воздушным змеем, который запутался в проводах на крыше дома. Нельзя играть вблизи электроподстанции. Нельзя касаться оголенных проводов. Вроде банальные правила, но порой не все их соблюдают. А между тем, их знание может спасти жизнь. Лишний раз напомнить детям о том, что ток может быть опасен, решили сотрудники компании «Русгидро» и провели урок электробезопасности для учеников седьмого класса правокубанской средней школы. Дети слушали очень внимательно. Материал подавался очень грамотно и непринужденно, то есть обычными словами, чтобы дети вникали лучше. Этот урок им даст в первую очередь понимание о том, как действует электрический ток на организм человека, какой он несет пользу и какой несет вред. Что ток не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Насколько допускается приближаться к линиям электропередачи, а насколько не допускается. И как вести себя в той или иной ситуации, если вы увидели несчастный случай с человеком. Также детям с помощью доступного наглядного материала, красочных пособий, памяток и листовок рассказали о правилах использования бытовых электроприборов дома. Объяснили, что любой источник тока может быть опасен и требует аккуратного с ним обращения. Оказывается, не все в курсе этих, вроде бы, простых истин. Например, Вероника Алиева честно призналась, что по незнанию, оказывается, она нарушала технику безопасности и подвергала себя риску. Я очень часто оставляю зарядку в розетке. И теперь я знаю, что ее нужно оттуда вытаскивать, и то, что нельзя ее там оставлять. Знаю, что нужно выключать приборы, все и всегда. Я узнала сегодня очень много полезного и того, чтобы победить с ним. Это не первые подобные уроки, которые проводит компания «Росгидро». В первом квартале года такие уроки прошли в школах Зеленчукского, Жжи-Гутинского и Карачаевского районов. До конца текущего года с правилами электробезопасности ознакомятся и ученики школ других районов республики. Эрнест Чуков, Олег Молхожев, Архиз, 24. Мальчик с железным прессом. Десятилетний Мухаммад Джимакулов из аула Кызыл-Юрт стал мировым рекордсменом, сделав за два часа 2821 повторение на пресс. Это не первый рекорд на его счету. В 2019 году юнош уже становился рекордсменом по количеству поднятий туловища из положения лежа. Наша съемочная группа решила поближе познакомиться с юным рекордсменом и узнать, в чем же секрет его блестящей физической подготовки. Вечер в маленьком спортзале аульской школы проходит оживленно и шумно. Здесь тренируются юные борцы вольного стиля. Среди них и Мухаммад Джимакулов, который совсем недавно поставил очередной мировой рекорд по прессу. Произошло это на благотворительном шоу «Дети спорта», которое проходило в Москве. Там Мухаммад под пристальным взором независимых наблюдателей за два часа сделал 2821 повторение на пресс. Такое достижение стало результатом упорных тренировок, которыми юноша занимается не один год. Я два года делал, неделю делал, две недели отдыхал. Один день качаю в неделю, в среду, и две недели отдыхаю, и потом еще раз качаю. Тренирует юного спортсмена его отец, который по совместительству является тренером по вольной борьбе в аульской секции. Как рассказывает Мурат Джимакулов, для сына он разработал особую систему, по которой они и готовились к мировому рекорду. Конечно же, не обходится без выполнения различных упражнений на выносливость и развитие общей физической формы. Полчаса один день, бывало, делали, чтобы ему сразу нагрузки не было. Так как нам надо было сделать в течение двух часов пресс, мы делали вначале полчаса, потом час, потом полтора часа и два часа вот так делали. И, конечно же, между ними, тренировками, как бы и называем, были, чтобы отдых был. Стоит отметить, что Мухаммад не единственный рекордсмен среди воспитанников своего отца и тренера. Правда, остальные ребята пока еще не вышли на мировой уровень. И все же их достижения тоже впечатляют. Вот, например, 13-летний Ильяс Джантимиров как-то раз непрерывно сделал 1230 отжиманий. Сперва, когда я делал до 200-300, мне было очень тяжело так. А потом чуть легче, легче. А вот 10-летний Рамиль Раскильдиев поставил личный рекорд, сделав более тысячи приседаний за раз. В общем, потенциальных мировых рекордов в этой секции по вольной борьбе целое множество. Не мудрено, ведь этим ребятам не занимать усердие и трудолюбие. Мадина Лайпанова, Роман Нагаев, Архыз, 24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаю, все новости Республики вы также можете узнать на нашем официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях. Подпишите, чтобы всегда быть в курсе событий. Ну и я с вами прощаюсь. Всего доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин